Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 20 главы книги Деяний. Первые четыре стиха этой главы рассказывают в общих чертах о проповеди апостола Павла на уже европейском континенте. После прекращения мятежа, как мы помним, это был мятеж ремесленника Дмитрия в Эфесе, призвав учеников, Павел дав им наставление, вышел с ними и отправился в Македонию. Посетив Македонию и Элладу и, скорее всего, посетив именно те города, где находились христианские общины, те города, в которых он наследил христианство во время своего второго миссионерского путешествия, апостол Павел возвращается обратно на север в Македонию и из города Филиппы вновь отправляется в Тарааду, опять на территорию Малайзийского полуострова. Мы видим, что этот фрагмент третьего миссионерского путешествия описан в крайне общих словах, и это значит именно то, что какие-то подробности вот этого периода третьего миссионерского путешествия мы можем искать в посланиях святого апостола Павла. И те послания, к которым можем обратиться, это, конечно, прежде всего первое и второе послания к Коринфянам, первое из которых было написано в самом Эфесе, а второе именно из Македонии и передано в город Коринф, как бы в преддверии посещения апостолом Павла коринфской христианской общины. И, например, послание к кремлинам, которое также было написано в этом миссионерской путешествии, скорее всего, либо из города Коринфа, либо из города Кенхреи. Так вот, по возвращении из Европы апостол Павел останавливается в городе Траада. Этот эпизод, который изложен в стихах с 5 по 12, имеет ряд очень интересных подробностей. Мы узнаем здесь о каких-то отдельных элементах раннехристианского богослужения. Действительно, здесь в немногих словах, но этот случай для Нового Завета, он достаточно уникален, описано первохристианское богослужение. Итак, что же мы узнаем? Что это богослужение совершалось в первый день недели, то есть в день воскресный. Мы имеем действительно древнюю традицию совершения богослужения в воскресный день особого почитания воскресного дня, что изложено в книге Деяний, но если брать в целом древнехристианскую литературу, то, конечно, одно из самых известных описаний, это описание, принадлежащее мученику Иустину, философу, святому II века. Там мы имеем более подробное из ранних описаний христианского богослужения, но и одно из важных свидетельств, более ранних, это свидетельство книги Деяний. Итак, это богослужение совершается в день воскресный. В чем оно состояло? В преломлении хлеба. Мы понимаем, что фраза «преломление хлеба» в данном случае указывает именно на евхаристический характер этого богослужения. Это значит, что совершалось воспоминание тайной вечери и участие верующих в таинстве причащения. «В горнице, где мы собрались, было довольно светильников». Ну, в самом деле, зачем упоминать о том, что ночью, собравшись, христиане зажгли свет? Это вроде как бытовая подробность, которая не нуждается в том, чтобы ее помещать в книгу Деяний. И, коль уж это упоминание здесь имеется, очевидно, что зажжение светильников во время этого богослужения в данном случае носило какой-то ритуальный, литургический характер. И было не просто такой вот, ну, скажем так, утилитарной потребностью. Во время продолжительной беседы, то есть это богослужение сопровождалось не только молитвой, но и проповедью, «Юноша по имени Евтих, который сидел на окне, заснул и упал на землю». Поскольку это был не первый этаж, то, скорее всего, этот юноша, он упал и разбился насмерть. «Но Павел, сойдя, упал на него, обняв его, сказал, «Натревожьтесь, ибо душа его в нем». И через какое-то время этот юноша живым и здоровым возвращается и продолжает участие в богослужении. И вот чем интересен вот этот эпизод? Именно тем, что апостол Павел, ну, конечно же, не специально, но действуя в рамках особого воспитания, особой библейской культуры, он фактически повторяет действия пророка Елисея, который при воскрешении юноши, мальчика, точно так же упал и лег на него. Конечно, мы не думаем, что апостол Павел в этот момент осознавал, что он действует как пророк Елисей, но в данном случае это важно как показатель, в какой культуре живет апостол Павел, насколько глубоко те или иные образы Священного Писания, они проникали в жизнь верующих людей, в том числе апостола Павла. Вполне возможно, что апостол Павел скрывает то чудо, которое совершает. Возможно, что он воскрешает этого юношу, хотя, в общем-то, другим говорит, что нет, его душа еще в нем, поэтому сейчас он очнется и будет все хорошо. Поэтому здесь уживается в одном эпизоде и пример явного чуда, и как бы сам автор этих строк, он оставляет нам некую свободу для размышлений, решать самим, действительно ли речь шла просто о какой-то потере сознания от удара, хотя и это, в общем-то, не является легким случаем. Или же речь идет именно о смерти и воскрешении. Мы это решение здесь должны принять сами. Возможно, что и сам Лука, который в этот момент сопровождает апостола Павла, и сам не понял, что конкретно произошло в этот момент. Между тем, отрока привели живого и немало утешились. В стихах с 13 по 16 описывается путь апостола Павла вдоль западного побережья Малайзийского полуострова из города Траады в город Милет. По пути он посещает следующие населенные пункты. Город Ас, который находится южнее города Траада, затем город Митилены на острове Лесбос, затем остров Хиос, Самос, местечко Трагилии, которое находится на Малайзийском побережье, прямо напротив острова Самос, и приходит в город Милет. И вот в городе Милет апостол Павел беседует с эфесскими пресвитерами. Кто такие эфесские пресвитеры? В терминологии книги деяний пресвитер обозначает именно епископа, то есть предстоятеля христианской общины. Эфесские пресвитеры – это епископы христианских общин и самого Эфеса, и, очевидно, тех городов, которые находились недалеко от города Эфес. То есть это целая область, в городах которой были христианские общины и имели своих предстоятелей. И вот они специально для того, чтобы встретиться с апостолом Павлом, приходят в Милет. И с 17 по 38 стих изложена беседа, в которой апостол Павел, пастырь, наставляет других пастырей, как они должны управлять церковью, как они должны служить церкви, если выражаться более точно. Эта проповедь, и нужно это иметь в виду, когда вы будете читать содержание этой проповеди, этой беседы по тексту книги деяний, условно можно разделить на две части. Первая часть – автобиографическая, а вторая часть – такая нравоучительная, имеющая экклезиологический церковный характер. То есть непосредственно наставление епископам относительно их служения в церкви. Что нам интересно в автобиографической части? Помимо разных рассуждений апостола Павла, в которых он осмысливает весь путь своего апостольского служения, здесь говорится о будущих страданиях апостола Павла. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Вот эти слова, в которых апостол Павел говорит о пророчествах Духа Святого, которые предсказывают ему страдания в Иерусалиме, и действительно апостол Павел там будет схвачен и арестован, и общий срок его тюремного заключения составит около пяти лет. Это достаточно большой промежуток жизни для человека. Так вот, эти слова апостола Павла очень интересно сопоставить со словами палестинских христиан, которые будут потом отговаривать апостола Павла. «Не ходи в Иерусалим». И, как будет упоминаться в книге Деяне, они тоже будут отговаривать его по действию Духа Святого. И, конечно, здесь возникает вопрос. А как такое может быть? С одной стороны, Дух Святой побуждает апостола Павла и предупреждает, и побуждает идти в Иерусалим на страдания, на свидетельство о Христе. И, с другой стороны, тот же Дух Святой побуждает христиан останавливать апостола Павла. Как нам разъяснить это кажущееся противоречие? Преподобный Максим Исповедник, один из величайших отцов Православной Церкви, он давал следующее объяснение этому эпизоду, что Дух Святой действует и на апостола Павла, и на учеников, а Дух Святой сообщает и Павлу, и его ученикам дар любви. И, как интересно, этот дар преломляется в зависимости от личности апостола Павла и учеников. Дар любви, которым исполнен апостол Павел, заставляет его по любви к Богу идти и быть готовым все перетерпеть ради свидетельства о Христе воскрешен. И тот же Дух Любви действует в христианах, заставляя их, любя апостола Павла, останавливать его и не желать ему мучений и страданий. Вот как интересно, один и тот же Дух Святой в зависимости от внутреннего состояния человека может производить разные действия и сообщать разные дары, будучи оставаясь единым Духом. И поэтому, конечно, здесь нет именно с мистической точки зрения абсолютно никакого противоречия. Важно и то, что все-таки Дух Святой как бы представляет апостолу Павлу некую свободу действий. То есть апостол Павел может как пойти в Иерусалим, так и не пойти, ведь он предупрежден. Потому что подвиг имеет только тогда значение, когда человек идет на него абсолютно добровольно. И апостол Павла этот выбор был, и он делает этот выбор именно в пользу, ну скажем так, больших трудностей. Вторая часть беседы апостола Павла с ивецкими пресвитерами посвящена теме церкви. Обращаясь к епископам, он говорит, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Внимайте себе и всему стаду. Вот в чем сложен путь священнослужителя, что он должен не только заботиться о своей духовной жизни, внимать себе, но и всему стаду. Если ты не следишь за стадом, если ты не проповедуешь, если ты не заботишься о людях, то для тебя это будет грех. И ты не оправдаешься тем, что ты, заботясь о других, забыл о себе, потому что должен делать и то, и другое. Поэтому апостол Павел здесь очень точно в данном случае схватил одну из самых главных трудностей пути священнослужения и особенно епископства. «Вас Господь поставил блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». Эти слова книги Деяния, мы должны это знать, вошли в одну из молитв и песнопений православной церкви. «Утверждение на тебя надеющегося, утверди, Господи, церковь твою, юже стяжалайся честную твоей кровью». Это песнопение мы можем достаточно часто слышать в храме во время богослужения. И надо знать, что в основу этого песнопения положены слова апостола Павла. А мысль апостола Павла очень простая, что церковь, собрание верующих, является плодом искупительных страданий Христовых. То есть церковь – это не просто группа единомышленников. Церковь – это не институт, церковь – это не структура, церковь – это не система. Церковь – это те люди, которых Христос соединил с собой, собрал в это собрание. Слово «церковь» в Новом Завете переводится как «собрание». Господь собрал этих людей через свои страдания, искупив их от греха и сделав их участниками вечной жизни. Вот это никогда нельзя забывать. Здесь апостол Павел говорит о подлинной мистической природе церкви. «Ибо я знаю, что после отшествия моего войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». Здесь апостол Павел обращается к горькой теме того, что внутри самой церкви Христовой будут нестроения, будут различные лжеучителя. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Вот каково это было слушать тем епископам, которые видели апостола Павла, когда он обращался и говорил, что среди вас самих восстанут именно такие люди, которые будут не щадить стадо, которые будут не созидать церковь, а разорять ее. Но тем не менее апостол Павел, несмотря на предчувствие этих трудностей и скорбей, он верит в Бога, верит в то, что все-таки Христос управляет своей церковью. «И вот ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову благодати Его, могущему наставить вас». И завершает апостол Павел свою беседу воспоминанием слов Иисуса Христа, но тех слов, которые не вошли в наши письменные Евангелия. Вот что говорит апостол Павел. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал». Вот это утверждение очень важное. То есть речь идет именно о словах самого Господа Христа. «Блажение давать, нежели принимать». Эти слов мы не найдем в Евангелии, но, как мы видим, апостол Павел их произносит и четко атрибутирует их именно как принадлежащие самому Иисусу Христу. В силу этого, этот эпизод книги День очень важен. Он показывает нам, как на самом деле формировались Евангелия, как формировалась литература Нового Завета. Мы видим, что Евангелие прежде всего было устным, и из уст в уста передавались чудеса и изречения Христовы, часть из которых была записана, но большая часть так и осталась, скажем так, в устном наследии церкви, а, в общем-то, в какой-то своей части до нас и не дошла. Мы знаем, что и сами евангелисты сознавались в этом, как пишет евангелист Иоанн Богослов, что все, что делал и сказал Христос, если все это написать, то весь мир не ввестил бы написанных книг. Поэтому для нас это очень важно, вот этот этот случай помогает нам действительно почувствовать вот эту атмосферу древнехристианской церкви, для которых слова Христа были живым свидетельством о Христе, и церковь жила именно в этот период не книгами, а живой памятью о воскрешенном Христе, который общался со своими учениками. Почему было так важно сохранять связь с апостолами? Потому что они были носителями не только знания, а непосредственного опыта общения со Христом. И даже апостол Павел, который не знал Христа при жизни, был живым носителем опыта, поскольку познал Христа благодаря вот тем явлениям, которые с ним происходили, и благодаря своему обращению по пути в Дамаск. «И вот тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». И апостол Павел морским путем дальше отправляется в Палестину, в Иерусалим. Но эти события уже относятся к следующей 21 главе книги «Деяний».